В городской службе коммуникации прошел брифинг с участием директора Экибастузской больницы Мухаммед Каира Андосова. По его словам, вторая волна коронавируса не менее сложная и имеет ряд своих особенностей. Вторая волна отличается тем, что в случае более тяжелые, более тяжелые в прогностическом плане, более тяжело подается медикаментозному лечению. И мы это видим, когда пациенты буквально месяцами находятся в реанимационном отделении, и мы не можем снять людей с аппаратного дыхания, потому что организму нанесет такой дред эффекции, что люди не могут восстановиться даже в течение месяца. Это особенность личной волны. Решение о переводе школьников на онлайн обучение директор больницы считает единственно верным, ведь здоровье детей стоит на первом месте. Бытовавшее мнение о том, что дети не болеют, это совершенно неверное мнение. Мы сегодня видим и детей, более того, с тяжелыми формами вирусной инфекции. Поэтому еще раз хотел бы ответить, что те действия, которые предпринимаются сегодня на уровне города по распространению ковидной инфекции, в целом, как среди взрослых, так и среди детского населения абсолютно правильны. По официальным данным, с начала пандемии лечения прошли около трех тысяч экибастузцев. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 33 пациента, четверо из них в отделении интенсивной терапии. Мы располагаем 60-ти коечным потенциалом, плюс подготовленное реанимационное отделение, в котором мы дополнительно, в случае необходимости, можем перебазировать тяжелых пациентов. И непосредственно в условиях реанимационного отделения произойдется перевод на аппараты ИВЛ, искусственные вентиляции других. Также в рамках подготовительной работы в течение последних двух месяцев городская больница получила порядка 17 аппаратов искусственной вентиляции легких, что позволит уже иметь хороший запас и обеспечить в случае необходимости достаточным количеством аппаратов. В общей сложности для ковидной инфекции мы можем сегодня выделить до 25 аппаратов, без ущерба для основной деятельности городской полиции. Сотрудники здравоохранения призывают горожан продолжать соблюдать санитарные нормы. Именно так мы сможем победить коронавирус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова